приветствую всех чеканутых и толбанутых на теме влажного классического бритья таких же как и я братцы здравствуйте сегодня первым номером пойдет продукция от компании бритва лоджи вот в такой подарочной упаковке поставляется продукция здесь целый набор компания бритва лоджи является официальным представителем компании мюлли в россии это что сейчас мы будем показывать из этой коробки это все изготовлено на немецком заводе компании мюлли для компании бритва лоджи и чтобы было понятно что в коробке потому что не все все то я опять на этот момент не все смотрят обзор по распаковке вот в таких вот красивых коробках поставляется продукция я бы даже сказал так и знаете эстетизм в минимализме то есть вот такой минималистический эстетизм ну понимаете это мыло лосьон и помазок в общем то и все так помазок давайте с помазка начнем помазок с деревянной ручкой синтетический ворс так сказать 50 на 50 то есть натуральные здесь вот ворс сам синтетический так я не знаю сколько по миллиметражу здесь не написано да ну обычно пишет компании иногда нет но это как говорится на свой вкус и цвет и приблизительно я думаю 18-20 миллиметров такой помазок он да знаете немножко так подрать разделу вот такие по старину так дальше дальше у нас идет автор шейф 125 миллилитров темная бутылка темное стекло это все очень приятно это сразу видно видно забота бритвоманах а наших чтобы ну понимаете да чтобы ничего не какая-то закоряка туда не проникла я имею виду солнечные лучи и такой же такой же стеклянной тяжеленной банки 100 грамм мыла и посмотрим на это такой как типа творог очень мягкая творожная масса так ну вроде об этом все теперь переходим к станку станок сегодня у нас от компании шилд рейзерс от майка майк хэлло тэнки совмать красивый станок в таком бронзовое зла золотистом стиле латунь односторонний под лезвие артисклата красиво здорово от нарядно сегодня знаете такое хотел сделать золотое бритье можно сказать и в прямом и в переносном смысле даже но кто понимает о чем я говорю так про бритву мы рассказали в бритвенном станке лезвие лезвие от компании к немецкой ну кто не знает это так показываю уже потому что начинающие жалуются ты сказала не показал в какой коробке такая коробка сине-бело-голубых красных цветах да все есть и пластиковый кейс в котором хранится 20 лезий так про это рассказали дальше идем дальше у нас чаша чаша у нас от компании 3d для вкб от вячеслава витальевича из москвы все его уже хорошо знает изготавливает прекрасные пластиковые чаши термостойкие удары устойчивые в общем мечта бритвоман серьезно говорю красиво блестящие в разноцветных цветах можно оговорить и размер чаши и цветовую составляющую с автором данных произведений так про все рассказали про коробки рассказали по вот теперь из-за коробок у меня куда чего положить стоп олени стоп тюлени так и что мы начинаем начинаем это наверное смыл возьмем серебряную вилку для извлечения мыла из банки и возьмем не знаю может быть грамм полтора погодите я сейчас вам не пока сейчас я вот так покажу потому что сейчас все полетит мыло мягкое но может очень быстро соскользнуть с вилки где чаша чаши здесь сейчас мы поместим это все в чашу помазок я не замачиваю синтетика не требует значит особых манипуляций с водой окунули вот так вот и забыли нужно замачивать или купать его 5-10 минут что требует бурсуки и кабаны на может действия конечно загнул так чисто номинально помазок он не низок не высок небольшой не маленький золотой ударить и вот проводил я не знаю в прошлый раз мы с вами сколько взяли воды что мне потом пришлось добивать пену чуть-чуть возьму лучше потом добавить что происходит в чаш вот кстати насчет этого бритвенного набора очень хорошо узнаете вот так вот в подарок кому-нибудь ну можно себе любимому разумеется а можно кому-то там папе например отцу или брату или другу лучшему лучшему другу детства или школе вот так какой-нибудь приятелю это очень хороший подарок я почему забегая вперед потому что я хочу сказать про ароматическую составляющую возможно даже не просто помазок хотя и с него бы надо было начать коль уж мы работаем в чаш и пытаемся сделать вот надо воды чуть-чуть вот чуть-чуть прям пару капель воды так хорошо отзывается взбивается мыло сейчас я вам покажу сейчас немножечко тут за кадром поколдую чтобы лишняя вода тут не испачкала джинсы и туфли о быстро правде действительно уже она правда еще не готовая пена такая знаете ли не знаю чимочка с пузыриками но мы мешали минуту меньше даже так продолжаем процесс по ароматам а что я хотел сказать я наверное не смогу точно прям вот по составляющим разложить данную продукцию я имею ввиду мыло и лосьон потому что это практически невозможно это один из немногих вариантов где я затрудняюсь сказать про ароматы почему потому что это целая симфония многоголосье различных составляющих и действительно очень трудно это сделать ну вот как говорит один несознательный вид шевер из рязани да когда я не трудно объяснить аромат это значит какой-то премиальный литейки корни как говорят люкс-класса вот здесь вот настолько он изысканный вот даже по ассоциации могу не ассоциации идут одну если вы хотите дорого-богато вот это вот надо вот сюда серьезно вот не стыд пока я говорю только пока про аромат я про бритвенные способности не говорю точнее сопутствующие способности бритвенному процессу вот посмотрите что происходит уже практически практически уже готова надо еще немножечко поколдовать все-таки опять и воды много оставил так что про это сказать тоже касается и лосьона но если с лосьоном еще плюс-минус я могу там объяснить то есть здесь даже вниз не буду пытаться дорогой неприлично дорогой аромат вот и все ссылки естественно оставлю в описании под видео ну там смотрите как там кому интересно кому не интересно у нас многие просто заходит посмотреть кто-то там берет тут не берет кто-то закладках оставляет но аромат действительно это можно несколько лет назад было много будет бомбически это даже его не и не описать и даже даже не пытайте вот это 3 лжи как говорится посадите меня я не скажу даже с паяльником с утюгом трудно очень трудно так тем временем что у нас происходит в чаш и мне кажется таки опять воды вот всегда надо говоришь и вытряхни полностью лучше потом добавь но зато видно весь процесс смотрите уже горшочек переполнен пеной и чую что еще ну ладно а то много времени будет видео резать я не хочу чтобы не было такого рваного да нет вроде ничего что-то я наверно просто переводил да посмотрите видно помазок не колется абсолютно причем у меня были сомнения когда я его только досталось коробки что он такой скажем синтетика начального уровня думал возможно будет колос нет очень мягкая нежная но может быть там не супер напивка но вот знаете для людей которые только хотят окунуться в мир увлажно классического бритья попробовать и понять надо или не надо вариант плюс вот это вот дело тут в ручке знаете в этой ручке деревянной она как бы вот относит нас в ту эпоху в ретро я знаю много наших товарищей которые именно в этом стиле пытаются приобретать себе продукцию да в коллекцию себе под замок в сейф да моё моё а мам никому не отдам и никому не покажу буду сам один любоваться вот они как раз вот пытаются сделать под ретро то есть другими словами но не сады не сами по мазке вот до того того времени а сделал его знаете специально бывают и по мазке подстаренные или делают так вот неподстаренные но прям вот похожие на те либо делают станки специально с вытертыми с потертостями с такими шероховатостями и царапинами вот есть такие фанаты их не может быть не очень много во всяком случае я некоторых знаю вот они стараются другие действительно вот рад романы то есть они настоящие покупают желательно конечно хорошем состоянии ищут пытаются там приобрести и значит для себя любимого родного алмазного жемчужного платиново-серебряного даже лишку сделал тонкий ненавязчивый изысканный вот правильное слово подобрал изысканный аромат серьезно вам говорю он знаете даже больше относится каким-то шлейфом то есть вот проходит человек да с каким-то дорогим парфюмом и вы никак не сразу узнаете то есть он когда проходит и потом через две-три секунды и вот так хочется повернуться и посмотреть кто это прошел оценить да как мы всегда понимаем по одежке провожаем непонятно почему то есть сразу я сколько раз себе обращал на это внимание неважно мужчина или та женщина проходит ешь да или магазине или на улице соприкасаешься так расходится это ни к себе вот это что такое хочешь спросить как называется где брал не всегда удобно конечно подходят их знакомым да или там друзьям можно обратиться так постороннему человеку несколько это будет не не комильфо выглядеть но есть такое дело серьезно вот этот какой-то вот такой действительно тот шлейфовый аромат послевкусие все хорошо чуть-чуть я вот с водой конечно опять надо все за правило взять полностью выбивая воду из помазка потом лучше добавь 10 20 30 капель или пол ладони как мы с вами любим ладно все об этом много про аромат только такая информация меня ну что станок шилд-рейзерс как я называю станки такого типа кто-то может со мной согласиться кто-то нет такой богомол кузнече действительно очень такой приятный плюс обработка вот это такая да она даже не шлиховато бархатная скажем такой какой-то материал такой дорогой тоже все дорого-богато ладно поехали помолчим пока секундочку уедем момент сейчас-сейчас секундочку еще вам что-нибудь видно ух ты как хорошо я даже не глядя в одном месте не зацепил сейчас мы этот момент исправим вот здесь классно класс вот что я хочу сказать во первых слова благодарности майку но они не голословно я хочу сейчас аргументировать свое высказывание вообще майк очень талантливый человек и человек ищущий не останавливающиеся идущий дальше значит как бы это в ногу с прогрессом и пытается сделать еще лучше станки вариации обработку плюс-минус там лезвие такой лезвия секой можно дубле это комбинированные делает станки которые вот кто смотрел распаковку и один одно лезвие артисклаб другое по обыкновенную половинку обыкновенный двухсторонних лезвий это очень здорово вот что сейчас по бритвенному станку вот на мой вкус и на мой опыт или как там можно по-другому сказать посмотрим пока по бритью эти станки вот такого типа мне кажется плюс-минус они мягкие бывают средние но мягкие а здесь майк пытается сделать ему уже говорили об этой недели об этом не раз они два и три он делает станки вот такого такой формы такого содержания да я не скажу что сверх агрессивные а более четко снимающие щетину более информативные если хотите вот серьезно это мне очень нравится потому что я понимаю что сколько людей столько и мнений кто-то очень нежно и трепетно относится к мягким станкам и сверх мягким и станкам это зависит от кожи от щетины и это мировосприятие если хотите то здесь мне очень это импонирует так как я все-таки сторонник более агрессивных станков скажем нет агрессивность я скажу это сразу начнут вспоминать тогда самые ужасные и непредсказуемые нет я не это имею ввиду я имею ввиду по четкости снятия и по комфорту здесь во-первых тактильно вот сейчас намокла рука если заметно я уберу тему чтобы было все красиво вот намокла и еще вот я даже не знаю как это передать еще приятнее держать этот станок плюс цвету кто любит золотой вы посмотрите раньше я вам скажу годами ранее я относился ну не сильно предвзято к этим станкам а ну так вот есть нашим бритвенном мире и хорошо почему потому что во-первых на тот момент их у меня не так уж и много было а то что было мне казалось они мягкие то есть приходилось давить на станок что-то там делать и плюс как на мой взгляд что они вот эти сами лезвия да они толще обычных обыкновенных двухсторонних и все-таки может быть это тоже силу привычки как-то более привычные и удобнее вот но майк он вот просто развеял и можно сказать уничтожил мою теорию мое понимание этих бритвенных станков за что я ему несказанно благодарен серьезно он не делает их сверх агрессивными он не делает их слишком жесткими как он нашел эту золотую середину это вопрос к мастеру не ко мне но здесь комфорт плюс четкость снятия щетины все больше я наверное ничего не буду говорить потому что станок обработки можно говорить по красоте это кому что нравится но то что качественный и буквально в свое время ворвался в наш бритвенный мир и представил сразу качество продукты то есть у него не было такого переходного периода когда я немножечко раскачаюсь сначала так вроде плюс-минус не не так не сяк кому-то нравится кому-то нет здесь сразу просто взял и выдал качество на 150 200 300 400 процентов здесь не придерешься плюс без бритвенные способности плюс красота плюс вес ну там уже на вкус и цвет выбираем я серьезно говорю многие говорят там реклама ну куда в наш мир без рекламы это естественно это понятно кто-то на это заострять об этом за говорит много заострять на этом внимание кто-то нет я вам скажу так от себя честно и откровенно мне гораздо приятнее если это касаемо рекламы да вот не считая сам рекламу там где приятно держать в руках и выносить это на бритвенный обзор на бритвенный суд наших бритвоманов те предметы и те скажем мыльные там первые варианты которые нравятся мне от которых я прихожу в дикий восторг от которых я просто ликую вся душа бритвомана сердце и все что с этим связано ауры и все остальное вот я отвечаю на тот вопрос когда у меня рекламный как серьезное это приятно так мы все что идут иногда бывает заносит да так секунду положим аккуратно чтобы все было здесь на виду и что я еще на виду на виду я еще пену с водой конечно я всегда блин не всегда последнее время перебарщиваю здесь мыло не требует много воды вот стать об этом надо говорить когда наткнулись на эту мысль да не требует много воды чуть-чуть буквально смочили помазок все вытряхнули и работаем я вот не все вытряхнул думал что хватит оказывается надо было оставить в раковине побольше h2o распоказываю и приступаем вот видите уже взорвут сразу и вам говорю без всяких знаешь закадровых вступлений и в чего туда и в ней помазок это не экстра класса не люкс и даже не принял но то что он завораживает то что он опять возвращаясь к ретерманом это да а что нам еще надо мягкий упругий легкий кстати говоря ну не сказать что там совсем легкий пушинка но легче чем когда делают из акриловой смолы и там все такое вот вот как тревел вариант легкий перевозимый коробку засунули бросил чемодан забыли как некоторые выражаются не будем показывать пальцами вот теперь гораздо лучше наносится но аромат еще раз я бы то отправляю себя и вас к этому вот здесь надо прислушаться принюхать как мне знаете написали вот роман ты говоришь вот берешь по вот такую банку да вот тяжелую веришь вот как тревел вариант и просто мне уже понятно и битва мама со стажем акулу монастодонного нашего влажного классического можно взять же с собой не цифру можно взять отщипнуть да есть сейчас много пластиковые тары продающиеся там буквально за копейки и просто взять ложкой зачерпнуть туда положить все будет вам счастье хочешь командировку хочешь в отпуск хочешь просто куда тут поехать ненадолго да там на день на 2 а надо побриться особенно тем обращаюсь быть ломаном которые бреются каждый день или через день отщипнули немножечко в пластик положили вот так вот такие баночки они там все давно граммуль весятся и вперед также и с ласилом берете маленький небольшой там айзер и все как вот и себя больше этого вариант что значит тяжелый выход всегда можно эти правильно тем более в нашему прекрасным бритвеном мире красиво о все пошли в три слайд слоя уже вот видимо добилась пена сначала не смог из-за большого количества воды сделать нужной консистенции теперь все окей смотрите сами слоями ложится даже много что мы ее экономить будем не будем всегда говорю я не будем экономить и беру горошину вы знаете беру горошину не для того чтобы там сэкономить то что вы понимаете у меня навалом а показать что мыло экономное что можно купить скажем банку и те кто не каждый день бреется через три-четыре дня греется то может вообще на год на той на полтора хватит опять беря во внимание интенсивность снятия щетины до каждодневной или немножечко в другом варианте так ну что давайте в обратную сходим и закончим обзор вот здесь я говорю здесь кайф под приятность от этого станка и практически не надо искать угол он интуитивно находится сам ну и рука интуитивно какой как хотите или мозг и все вместе здесь муж многие знаете цепляется к одному или другому слову он сказал рука как рука можете найти значит сначала связаться с мозгом чтобы мозг дал команду но это понимаете все фигурально естественно если я буду говорить об этом долго и как она на самом деле происходит да с точки зрения науки и техники то это будет обзор час полтора два три вот о чем я говорю сейчас еще раз по пройдем вот этот длинный кайфовый проход штрих если хотите и практически уже чисто сейчас я проверю рукой чуть-чуть осталось немножечко опять все же так места где щетин растет в разные стороны это все понимают настроение вот вы знаете в процессе она сейчас пошло серьезно процессе бритья но постепенно постепенно знаете вот как как вкратчивая вот это шлейфовый мыло аромат у потихонечку потихонечку доходит не такой бог да когда вот уже приторно здесь уже выключите свет и выгоните меня из ванной нет именно так же подходит настроение сначала хорошие потом чуть лучше 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 сейчас уже на грани ликования серьезно когда все сходится вот еще по этим станком да вот был предвзято было предвзято отношение на станке ашу трейзер с меня просто покорили что касаемо односторонних станков что касаемо применение такого типа что под половинку лезвия что обыкновенные до двухсторонний то-образный станок ну не было проколы еще я все жду я все жду никогда таким станком очень легко он юркий маневренный легко выгревать поднос без всяких гримас и там натяжение кожи вот посмотрите сейчас я пытаюсь помедленнее показать ходить выберу не нравится теоретические отступление когда пальцы в пене не не нравится некрасиво и даже нет работы мышц опять-таки это образом как нет они всегда работают даже когда спит это понятно я имею ввиду вот этот чтобы туда дотянулся где нужно вот видите специально провернуть просто без всяких натяжений и чуть-чуть подровняем радиусы картиер шахнул здесь увлекся сейчас посмотрим вы же знаете что когда идет порез но если он не сразу не моментальный не съем кожи да там пластом то сначала незаметно вроде что-то как почесалось а потом через две минуты начинает такой да и расходится крошка вот сейчас посмотрим зайдется на или нет не понимаю почему многие шейверы это делают обрезки скрывает боятся что ему написать напишу что ты не умеешь бриться что ли или что почему я не знаю сколько раз я замечал другим боком стану ничего не молодцы молодцы те товарищи которые сделали этому что я могу сказать не молодец немножко я то что надо было воду побольше выбить а тут просто игры за такой аромат можно все простить хотя здесь прощать в общем-то и нечего чуть-чуть здесь чуть-чуть здесь объясните мне товарищи дорогие почему ведь шейверы некоторые не буду говорить про всех боятся порезать но порезался с кем не бывает чтобы все там роботы или какие-то идеальные люди кристально изумрудные да вот делают проблему порезался взяла лунит помазала и виде дальше давайте его нарежу видео и сделаю вид что ничего не было ну красота во-первых приятно и нет ощущения что ты бреешься опять сейчас чтобы не цеплять словам поясню свою мысль не то что ты не ощущение что бреешься нет ощущения что ты бреешься в плохом понимании этого слова когда она превращается в рутину ты берешь станок да и опять-таки не подходящий для вашей кожи для вашей щетины и начинаете здесь зацепануло щетину цепляет здесь колец здесь тут еще красные пятна есть порез вот я имею виду вот это исключая здесь просто шикарно приятное бритье я не скажу что это бритье на расслабоне и вальяжное выходного дня но здесь есть свой кайф это я беру своей точки зрения не часто бреюсь станками такого типа если кто-то фанаты именно таких станков может и для них вообще никакой сложности не представляет я не говорю о том что мне сложно бриться о том что мне надо контролировать потому что для меня это не сильно привычный понимаете размер лезия все обычным такими станками еще расскажу гораздо труднее мне достичь нулевого варианта по щите здесь практически я вообще даже не а да и еще оправу уже сказал особенно угол то есть ну конечно так не стоит этим станком делать но чуть-чуть приподнял немножечко вот сушки даже в тех местах где заподлянских вот здесь уже все то есть звукощитина сейчас я хочу продемонстрировать это надо об этом говорить слышите просто об кожу лезвие где-то может быть осталось а вот подносом ну-ка еще на воде проверим ох вообще каток здесь не до не доверил вот совсем другое дело 00 ну чтобы совсем никого не обмануть здесь я пропустил вот это знаете вот кромку от это который часто не выбривается потом гримасы и уголки рта частенько забываешь поэтому вы меня понимаете да хочу так ну все проект сказали про это рассказали быстро всего это все съем щетины произошел но и лезвие длиннее чем обычная да значит захват территории больше на лице классно посмотрите никаких у думала 10 порезался но нет дезинформация была да так ну все красиво здорово давайте классе на перейдем во всем выметаемся вот здесь вот из банки вы знаете вот здесь я может быть чуть-чуть попытаюсь тоже вот он прям вот я говорю реально дорога богат просто неприлично дорого есть какой-то смесь персика яблока винограда но надо понимать что этот аромат не аромат компота из сухофруктов и не сока из картонной коробки из магазина пятерочка это изысканный аромат до персик где-то чуть-чуть на дальних подступах яблоко виноград вот все вместе смешать но я говорю никакого отношения к соку или компоту это не имеет а вот теперь мы будем ликовать и радоваться матушки родные прямо раза в три увеличивается аромат интенсивность раза в тебя одно дело вот так вот в открытом флаконе понюхать из него а другое дело вот на руку и на лицо просто вот здесь мощный аромат если мыло шлейфовое скажем тогда с такими какими-то милизмами да не флажолетами то здесь просто вот такая вот прям сразу вас покоряет отлично просто великолепно я хочу сказать огромное спасибо компании бритва лоджи огромное спасибо пайку из компании шилтрайзерс вячеславу витальевичу из москвы компании 3d для вкв сегодня вы мне подарили праздничное премиальное если хотите дорого богатое бритье а на этом у меня на сегодня все я желаю вам бриться от души бриться для души и бриться с кайфом до новых встреч а